Брама Куропатчатая, темная, светлая, палевая, куропатчатая, голубая, столько видов насчитывает эта порода. Нестись куры начинают в 8-9 месячном возрасте, вес яйца составляет 55-65 граммов. Вес взрослых петухов, согласно европейскому стандарту, от 3,5 до 5 килограмм, но отдельные петухи могут достигать веса в 6-7 килограмм. Взрослая курица по тому же стандарту должна весить 3-4,5 килограмма, некоторые весят 5, редко 6 килограммов. Вот у меня на руках представитель еще одной довольно-таки крупной породы. Они вообще считаются самыми крупными из всех семейства, из всех птиц семейства куриных. Это порода Брама. Эта порода была завезена из Индии, впервые она попала в Америку, а оттуда уже распространилась по всей Европе. Вот на руках у меня один из самых крупных экземпляров. Это разновидность Брамы, светлой Брамы. Кроме этого существует еще несколько окрасов. Это темная, палевая, куропачатая. Но все они по размерам уступают светлой Браме. По продуктивности мясной породы более лучше, чем эта порода. По яичной продуктивности они несколько ниже, чем остальные окрасы. Они дают где-то 110-120 яиц за яйцекладку. Но они являются превосходными наседками. И в принципе воспроизводят все поголовье практически самостоятельно, без применения технических средств. Хотя это не всегда удобно. Потому что инстинкт насиживания, который срабатывает у курицы, он предполагает остановку яйцекладки. Сейчас большинство хозяйств работает на востребовье. Поэтому инстинкт насиживания несколько мешает получению количества потомства. Эта порода тоже очень спокойная. Они довольно-таки спокойно идут на руки. Очень редко, практически не бывает случаев, чтобы петухи были агрессивными. Но между собой, по отношению к людям, они довольно-таки инертны. А вот между собой, они иногда вступают в довольно-таки кровавые схватки. Бывали случаи, когда они даже убивали своих соперников. Но с другой стороны, сила и мощь этой породы позволяет их защищать от непрошенных гостей. Котов, собак даже средних размеров. И даже летающих всяких хищников. Они защищают свое семейство, свое потомство, своих корочек и свою территорию. Ну, сейчас это вот именно брама. Сейчас наиболее популярная и наиболее знакомая порода, которой пользуются люди в своих подсобных хозяйствах. Хотя, в общем-то, она способна работать и в промышленных масштабах. Вот, она дает большое количество мяса, высокого качества, и довольно-таки хорошие вкусовые качества ельницы. А ухаживать за ними сложно? Уход за напольными породами, за породами, которые содержатся на земле, в общем-то, особой разницы не имеет, чем обычная курица или породная курица. Их также надо кормить, поить, чтобы корм был чистый, чтобы не был заплесневелый, качественный. И, в принципе, состав кормов – это обычная зерносмесь для взрослого поголовья. Для молодняка, конечно, желательно выбирать наиболее качественный корм. Ну, приходится добавлять туда концентраты. Хотя их можно готовить и самим, из высокобелкового корма. Например, из яиц, например, из сухого молока. То есть увеличить количество белка, потому что интенсивность роста вот этих всех крупных пород в молодом возрасте очень высоких. Им не хватает белка, если кормить только зерно. В принципе, первоначально я готовил, пока назнал эти все комбикормовые заводы, я готовил это все сам, но сейчас количество цыплят не позволяет тратить время на приготовление самодирного корма. По словам Григория Немченко, его взрослые питомцы обходятся без искусственного отопления. Если строить небольшие вольеры, необходимость делать систему обогрева отпадает. Куры сами вырабатывают достаточно тепла, чтобы не погибнуть даже в самые сильные морозы. А вот что касается рациона пернатых, здесь есть один маленький секрет. Всю зиму птицевод дает курам тыкву. Это повышает выводимость птенцов и вкусовые качества яиц.